Девушка, а вы к кому? Это что, шутка? Вы простите, но здесь частное торжество. Это моя семья. Петь, не смешно. Назар, что происходит? Петр, в чем дело? Девушка, я вам могу помнить эту помощь? Назар, ты издеваешься? Я твоя жена. Люба, скажи ему, что это уже не смешно. Откуда она знает, как меня зовут? Может, сумасшедшая. Вы не переживайте так. Мы сейчас обо всем разберемся. Кирюша, малыш, я твоя мама. Слышишь, я твоя мама. Вы не моя мама. Пап, кто это? Кирюша, следи, я разберусь. Позови охрану. Что происходит? Да что происходит? Ужасная звука. Такие кошмары могут близнец. Доброе утро. Мама, я уже проснулся. Ах, ты бармалей, маленький. Бармалей. Привет. Здравствуй, Светлана. Уйду, уйду. Надо устать. Не опоздаем. Папа, да. Ну, держитесь. Катавольфируйся! О, нас били! Так, Кирюха, катавольфируйся. Перерыв! Алло. Да. Так, мне нужны крупные планы. Понимаете, это не совсем игра, это работа. Я не хочу улыбаться по морожку. Он просто ребенок, он устал. Я вам предлагал взять актеров, уже бы все сняли. Давайте рассмотрим вариант. Мне кажется, вы не понимаете. Это семейный отель. Муж, сын, семья, у нас все настоящее. Да кому нужна настоящая семья? Люди хотят видеть красивую жизнь, иллюзию, такую картинку. Давайте. Вернив окончен. Я готов. Работаем. Вот, хорошо. Плотнее немножко. Вот, вот, да. Да. Минутку. Так, друзья, прерыв еще. Пять минут. Пойдем греться. Алло. Да. О, Катерина Дмитриевна, я прошу минуту вашего времени. Да. Ресторан закрываем в девять вечера. Живые орхидеи, свечи, оркестр. Подожди, мы закрываем ресторан для двух человек? Свечи, орхидеи, это серьезно? Ну, ведь да-то же, и Назар Дмитриевич любит, когда... Петь, это все лишнее. Я просто хочу обычный семейный ужин. У меня уже все готово. Петя. Ну, как скажете, Катерина Валерьевна? Скажи, пожалуйста, ты не видел Кирилла? Я не могу его найти. Нет. Здравствуйте. А я видел его только что в ресторане. Здравствуйте. Как вам на новом месте? Осваиваетесь? Вполне. Хотя, знаете, кое-что в финансах меня смущает. Мне нужно забрать сына. Пойдемте по дороге расскажете. Кирюш, ну я же просила не трогать статуэтки. Ну, все. Это улики. И надей твои отпечатки пальцев. Ты детектив? Почти. Юрист. А я гонщик. Три уровня прошел, а она планшет забрала. Теперь уж точно не отдаст. Отдаст. Так, гонщик мой дорогой, где твой школьный рюкзак? Ой! На самом деле, эти статуэтки, это просто память. О моей юности, о большом городе. Им же грош цена. Скучаете? Нет. Ни о ком. Родных не осталось, близких тоже. Теперь дом здесь. Мам, я кисточки забыл. Без них не пойду. Тамара Федоровна ругается. Вы же простите, пожалуйста, у нас там кисточки. По поводу финансов спросите у Назара. Это по его части. У нас там кисточками. Давай. Люка, на кисточками. Давай. Полмира с ней объездил. Честно говоря, я не планировал ее продавать. Ведь скоро французская Беннале. Но вы предложили чертовски хорошую цену. Беннале можно не отменять. В случае продажи, я уверен, можно договориться. Найдешь с корицей. Да. Назар Дмитриевич, у нас перерос. Вот серьезный. Дважды проверил. Вот, набросла шаги оптимизацией. Как тебе? Самообман? Решил себе подарок сделать. Достойная копия. Видела оригинал в прошлом году в Кельнской галерее Манники Шпрют. Разбираетесь в современном искусстве? Я. Павел Влас. Автор. И это не копия. Вадим Горячин. Наш юрист. Пять лет в лучших отелях Европы. Берегу его, как зенец волка. Хорошая работа. Но, к сожалению, мы сейчас себе этого позволить не можем. Разве что через год, при условии рассрочки. Через год, Вадик? Рассрочка. Мы не в твоей Европе. Решение принято. Покупаю. Завтра же организуем пресс-конференцию. Заодно и презентуемся. Осталось только раскошелиться на платье жене. А Екатерина Валерьевна в курсе? Необходимо ее письменное согласие? Вай, хватит уже. Вопрос закрыт. Займись такой. Ну что? Миски? Не откажусь. Да. Да. Кирюш, можешь даже не мечтать. Я планшет хорошо спрятала. Хорошо, мама. Ты меня слышишь? Гонщик. Кирюш, разуйся. Да. Алло, Катюш, тут у нас ЧП подвел меня Вадим. Я с документами напортачил. Нужно, чтобы ты заехала срочно. Он хотел поговорить со мной утром. С тобой о чем? Я не знаю, мы не успели. Хорошо, я заеду. Пока. Кирюш. Ударился? Да нормально, мама. Ты когда-нибудь убьешься из-за этого планшета. Мам, а это я у тебя в животике? Да, ты. А как я туда попал? Давай я тебе покажу что-то интересное. Это все твоя семья, видишь? Дядя Егор, тетя Люба, мы с папой. А это кто? Это моя тетя. Тетя Маша. Она меня воспитывала. А почему она к нам не приезжает? Она же тоже наша семья. Она просто умерла давно. А это кто? Не знаю, никто. Дядя чужой какой-то. Ты нашел свои кисточки? Да ты чего, мама? Да ничего, мы в школу опаздываем. Я хочу тебя отпускать. Кажется, отпущу и дышать не сомневаю. Если ты вязать ее сомневаешься, тетя Маша снова начнется на тебя. Ух, ты можешь, ты домой. Твой тетю Маша лечить не нужно. Она же тебя совсем доведет. Ну, вы взрослые люди. Мы можем жить и так, как считаем нужно. Давай просто не будем ее провоцировать, Маша. Прошу. Ну, что жила, ты не спуталась. Так, тихо. Так, скажи, что ты позоришь меня. Пойдем домой, пойдем. Моя, ты, принцесса, ты. Ты не бойся. Тебя никто не обидит. Тетя Маша тебя в обиду не даст. Ты не бойся. Тетя Маша, уходи. Ты такой. Пойдем спать. Спать пойдем. Тетя Маша. Папа. Не спишь? Прости, задержали на дежурстве. Как ты? Лучше кажется. Ну, это хорошо. Через неделю будем праздновать 10 лет. Никаких дежурств. Никаких дежурств. Аня. Аня, Аня, ты слышишь меня? Аня, ты меня слышишь? Скорая. Девочка, 10 лет, без дыхания. Мам. Мам, ну, мам. Мам, мам. Может, не пойдем? Я два урока пропустила. И еще, кажется, я заболел. Так, давай договоримся. Если ты сегодня напишешь математику на отлично, я отдам тебе планшет на выходные. Клянешься? Клянусь. Если нарушишь клятву, сеешь 10 червяков, грязный носок и жука вонючку. Да. Давай. Убежал. Убегом. Здрасте, Тамара Федоровна. Здравствуй, здравствуй, Кирюш. Заходи в класс. Я сейчас буду. Вот мы с вами уже третий месяц эти деньги на планшеты новые собираем. А Вольская могла бы просто так подарить. Ну, с барского плеча. Ну, как бы она ни обязана. Да. Всего доброго. До свидания. Конечно. Конечно. Ревизию противовоспалительных препаратов нужно сделать до вторника. Да. В середину нам привезут новый рентгенаппарат. Возьми его на баланс. И, пожалуйста, проследи, чтобы оформили документацию. Сделаю. Работаю. Хорошо, Любовь, Дмитриевна. Уже работаю. Вольская, все, пока. Пусть в этом конверте будет окончательный и бесповоротный приговор твоему эндометриту. И кто-то станет мамочкой здоровенького малыша. Малышки, Анечки, 10 лет я жду. Ты зациклилась. Престань вариться в прошлом. Нужно жить в будущем. Извини. Идем со мной. Алло. Любочка. Да, Катюша. Кирилл в школе. Вечером я на тебя рассчитываю. Да, конечно. Как договаривались, заберу. Ты мне главное скажи. Пришли. Все хорошо. Что там? Вот, откроем вечером. Сего. Да. Пока. С вами хорошо иметь дело, Георгий Горо. Надеюсь на успешное сотрудничество. Сузамен арбайтен. Митален метален. Аллочка, организуй, пожалуйста, вашим гостям машину до отеля. Да, конечно. Там жена на линии. Результаты пришли. Говорит, что вы ждете. Спасибо. Я ей перезвоню. Хорошо. Господа, следуйте за мной. Слушай, ну красавчик. Такой контракт хватил жирный. Красавчик. Слушай, помнишь, я тебя просил замолвить за меня словечко? Прединвестором. Засиделся я в младших. Люба, привет. Привет. Результаты уже пришли? Да. Дождись меня, открой вместе. Скоро буду. Хорошо. Давай в следующий раз поговорим. Ген, мы несколько лет от вас ждали. Правда. Извини. Ну, а ресторан я утром заказал. Не поймут наши немецкие гости. Какой ресторан? Утром? Да. Черт, а что ты мне ничего не сказал? Да сказал, говорил, ты забыл, наверное, заработался. Да ничего, не переживай сейчас. Тихо. Сейчас выладим. Алло, это доставка цветов. А будьте добры, пятьдесят одну рожу. Девушка, и открытку добавьте. Напишите, пожалуйста, в открытке. Егор плюс Люба равно Аня. Спасибо. Люба, Люба. Подождем твоя Люба. Катюш, извини, что дернули. Это не я, это все. Назар Дмитриевич планирует серьезное приобретение. Вы обязаны знать, у нас не самое лучшее время. Не виноват. Хотел сюрприз сделать любимой жене в честь годовщины свадьбы. А Вадим уперся. Нужно твое письменное разрешение, протокол. Посмотри, какая красота. Прямо из керрии, из галереи. Полмира объездил. Я столько за ним гонялся до тебя. Очень красиво. Да? Ну, вы мне что, хотите праздник испортить? Не знал, простите. Поздравляю. Поздравляю, я думаю. Вадик, не всегда полезна твоя прижимистость, понимаешь? Так что готовься, Катюш. Скоро у нас тут будет придорожный мотель. С пластиковой посудой. И комплексными обедами. За то, как сэкономим, да? Подпиши, пожалуйста, вот здесь. Вот здесь. Перед тем, как вы поставите подпись, я обязан сообщить. Не умонись, я тебя умоляю. Ну, серьезно, не смешно. Так, вот здесь, да? Ага. Спасибо. Да, Алешка. Тебе еще нужно? Да, Дадас, слушаю. На будущее. Избавь меня от этой клонаты. Назар, вы роете яму для себя и для отеля. В один и самый лучший день... Да не лезь, куда тебя не просят. Все. Добрый день. Здравствуйте. О, девочка моя! Луна в Козероге, парад планет, сплошные перемены. Это не гороскоп, это сплошные нервы. Еще ты опаздываешь. А ты, значит, в твой все это веришь? Ну, а как же? Ты что? Так, ну что, будем удивлять мужа или сразу на кого? Федь, мы 10 лет вместе. Чем мы можем друг друга удивить? Да, мы просто сделаем красиво. Хорошо, девочка моя, будет тебе красиво. КОНЕЦ Извините, пожалуйста. И что бы ты без меня делала? Вот, смотри. Десять лет на меня работает. Удачи приносит. Это к несчастью, да? Да ну. Что за бред? Кто вообще в это верит? Забудь. Это просто зеркало. Слушай, ты шикарна. Тетя Люба, почитай мне книжку. Ну, хорошо, дорогой мой. Давай я тебе еще почитаю. Так. Слушай. Стоял ясный весенний вечер. Окна были открыты. Егор! Ну что, ты поговорил с инвестором? Ген, ты же знаешь, пять контрактов в год, прирост 30% и партнерство твое. У меня другое предложение. Допустим, сегодняшнюю сделку закрыл я. В долгу не останутся. Мальчики, откройте. Попросите. Конечно, откроем. Вас как зовут? Карина. А вашу подружку? Эльза. Может быть, за наш столик переместитесь, девочки? С удовольствием. Идемте. Хочу выпивать за Егора. Его настоящая деловая хватка. А я хочу выпить за Геннадия. Проходите, девочки, так. Пожалуйста, Карина. Привет. Эльза. Присаживайтесь, присаживайтесь. Пожалуйста, располагайтесь. Да ладно тебе. Ну, пусть развлекутся наши иностранные гости. Ты что творишь? Иго, можно на фото? А, да. Юген, bitte. Да, да. Увец. Эльвинюн, фото филханс. Да. Он занят, Люб. Очень. Сделка у нас. Какая музыка? Тебе послышалось. Все, Люб, я... Я не могу говорить. Послушайте, мы здесь живем. Я хочу ужинать в этом ресторане. Я все понимаю, но такие обстоятельства, извините. Добрый вечер, господа. Роскошно выглядите. Простите, великодушный ресторан закрыт. Спецобслуживание. Приходите завтра, мы вам сделаем скидку 10%. Поужинаем в кафе. Благодарю вас. Надя, где у вас находится книга жалоб? Это здесь, сразу за дверью. На стойке. Еще раз, простите. Пойдем. Петя! Где букет для Кати? А у нас возникла проблема, Назар Дмитриевич. Какая проблема? Магазин отказался доставлять заказ, пока мы не рассчитаемся с предыдущими поставками. Пока не рассчитаемся. Значит, мы с ним не работаем, раз они себя так ведут. А с кем работаем? Петя, ты что, издеваешься? Чего ты мне эти вопросы задаешь? Найди новых поставщиков. Давай. С букетом я сам разберусь. Добрый вечер. Меня Валентин зовут. Компания, доставим все. Распишитесь, пожалуйста, возле галочки. А? Здесь. Вы же в Любовь-Вольске? Простите за опоздание пробки. Спасибо вам большое. Примите мои поздравления. С вами все хорошо? Эндометрит, ассоциированный. Компания, бесфлодие, результат медикаментозного лечения отрицательный. Зачатие невозможно. Катя! Знаете, вы восхитительно красивы. Спасибо. И это утреннее недоразумение. Просто, мне кажется, вы видите всю ситуацию. Вадик себе не изменяет. Даже в нерабочее время. Экономит на всем. Дорогая. Сборочная. Сборочная недоразумение обещанная. Они великолепные. Простите, вы хотели мне что-то сказать? В другой раз. С праздником! Спасибо. Ты все-таки решился на это, да? Конечно. Любовь моя. А завтра здесь будут журналисты, телевидение. Тебя увидит вся страна. Я люблю тебя. Пойдем. Пойдем. Да. А я говорю, что скидка для гостей ни на что не влияет. Девушка, я вам еще раз объясняю. Сюда нельзя. У нас закрыто. Сегодня здесь приватное обслуживание. Извините. Дорогой, мне сказали, ты в ресторан пошел. Привет. Кто вы? Я Ольга. Его первая жена. И хозяйка этого отеля. Назарова мне сказал? С ним это бывает. Она хорошенькая. Увидимся в суде. Очень приятно было познакомиться. Прости, так будет лучше для всех. Не ищи меня. Что это? Дай скидку. Ого, господи. Люба! Ланечки не будет. Люба. Любушка. Любушка, родная, что с тобой? Ну что ты, Любушка? Терпи, терпи, терпи. Чего я буду? Любушка, Любушка. Все хорошо будет. Ее будет хорошо. Все хорошо. Костя. Тоже ты. Ну что ты? Петь, ну что там? Давай быстрее. Не надо на меня так смотреть, Катя. Ты прекрасно знала о моем первом браке. Да, только ты забыл мне сказать, что отель записан на нее. Формально, только земля. Она претендует на все. Суд через неделю. Послушай, я вложила в этот отель все до последней копейки. Что теперь? Что теперь? Верить мне, Катя. Верь мне. Я все это... У меня все по контролю. Неси это. Остролейкоз. Диагноз неокончательный. Ждем результатов биопсии костного мозга. С детской гематологией я уже связался. Лейкоз. Нам же ставили у ИРВИ. Ну, начальные симптомы схожи. В случае вашей дочери болезнь прогрессирует быстро. Характерные синяки появились еще вчера на ногах и на руках выше локтя. Плохо, что вы врачу этого не заметили. Я... Я все время на дежурстве. Господи. Сейчас самое главное, чтобы Аня вышла из комы. Если диагноз подтвердится, понадобится пересадка костного мозга. Это же месяц ожидания. Ну, об этом рано еще думать. Вы не хуже меня знаете всю эту бюрократическую волокиту. Вот, посмотрите. Я написал пару клиник. А цена? Трудно сказать. Но, учитывая все необходимые процедуры, где-то около 50 тысяч евро. Слушай, может, давай отменить, сигнализ? У нас тут через неделю. Нам нужно подготовиться. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. Это мой отель. Я в нем хозяин. Это наш отель. Кать. Он, конечно, наш. Катюш. Это наш отель. Удобнись. Давай выпьем вина. Ты красная или белая? Есть красная. Где она остановится? Кто остановится? Катюш. Я понятия не имею, где она остановится. И мне все равно. Зато я очень хорошо знаю, где твой замочек. Катя. Программа «Утро» с Лизой Фоминой. Расскажите, пожалуйста, о своем новом приобретении. Ну, что я могу сказать? Самообман – это работа моего очень близкого друга, замечательного фотографа Павла Власова. По правде говоря, у него были другие предложения, но Паш не смог мне отказать. Кстати, именно с этой работой его зовут выставляться в Париже, и я намерен его поддержать. Я уверен, что в скором будущем об этой работе узнает весь мир. Да. Расскажите немного о других экспонатах вашей коллекции. Ну, с удовольствием. Пройдемте. Вот, например, это первое мое приобретение. Работа бельгийского фотографа. Довольно известного его имя. Ландер. Милан Ландер. Да, совершенно верно. Его имя довольно известное в узких кругах. Что можно сказать об этой работе? Она долгое время пробыла на этом-то там в воздухе. Она висела в... Пришла сказать, что остановилась в отеле. Ты не против? Папа! Илюха! Привет. Я думала, вы его супруга... Мы не начали уже. Здравствуйте. Пожалуйста, познакомьтесь. Твоя супруга Екатерина. Сын Кирилла. Простите. Я ошиблась. Так неловко. Ничего страшного. Это недоразумение. Она ведет себя здесь, как хозяйка. Я не понимаю, почему ты ей это позволяешь. Я не могу простекать. Ну, что ты говоришь? Улыбайся. Улыбайся. Давай. Открылся. Анночка, ты поправишься. Я достану день, я обещаю, клянусь, я совру, украду. Прости меня. Прости, я так виноват. Я проглядел, упустил драгоценное время. Я все исправлю. Очнись. Пожалуйста. Папа. Доброе утро. Свалить кофе? Нет, я не хочу. Егор. Да? Что это? Что там? Давай сдам в чистку. А где ты был вчера? Я тебе звонила. Ты же знаешь, на работе. Егор, ты и правда меня не обманываешь? Как тогда? Послушай, прости. Прости. Ну что ты? Не выдумывай, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Хорошо? Да, это прямо возле болезни. Все, что машине нужно сделать, я вам сказал. Поэтому сбрасываю цену. Если вы действительно хотите брать, можете посмотреть ее прямо сейчас. Сегодня намерен продать. Давайте пять с половиной. Простите, пожалуйста. Простите, карточки можно? Да. Экспонатов на 50 тысяч евро. Зря ты так рано уехал. Мы в клуб рванули с девчонками. Оторвались гостю по полной. Не трогай меня со своими бабами. Странный ты мужик. Все у тебя сложилось, а ты вроде не рад. А все почему? А все потому, что с бабами завязал. Одной женой сыт не будешь. Гена. Слушай, немцы задержаться решили? Девочки наши, им понравились. Ты поговори с зятем, пусть отель продлит. Ты бы, Гена, меньше о бабах думал, а больше о бизнесе. Знаешь, какая у них скидка была за три дня? Ну, так и зят твой, не бедный. Меценат. Недавно картинку прикупил, я по телеку видел. Что ему? Смотри, какая. Огонь. Нет, Гена, я передумал. Рано тебе быть еще старшим партнером. И машиностроительный тоже рано. Да. Ты сделал, что просил? Делается. Слишком большая сумма. Мы проверили вашу кредитную историю и непогашенные плановые платежи. Вы, безусловно, правы. Но вы смотрите масштабнее. Самообман – это стратегический ход. Он привлечет постояльцев, выведет отель на новый уровень. Очень нестандартный путь. Рекомендую начать с оптимизации расходов. Уйдите в плюс, тогда и поговорим о приобретении предметов искусства. То есть отказ? Сожалею. Всего хорошего. Да. Назар Дмитриевич, нужно оплатить ремонт крыши. Протекает же. Я помню. Я как раз говорил с банком. Протекает же. Кирюш, пристегнись. Сейчас, мам, у меня планшет упал. Пристегнись. Документы отдал? Да. На месте. Вот. Все, всего доброго. Удачь. Да, слушаю. Катя? Узнала? Что молчишь? Как ты меня нашел, Олик? Здесь. Кто я куда? Пошь! Успокойся. О препарате никому, ты поняла? Ты меня слышишь? Мама, у меня кровь! Ай! Алло! Алло! Чёрт! Спасибо, друг, выручил. Гена, конечно, накосячил. Ну, и я немцам отказать не могу. Сам понимаешь. Да какие вопросы? Продлимни чужие ж люди. По деньгам точно проблем не будет? Скидка серьёзная. Егор, не в деньгах дело. Оля вернулась в городе. Да ты что? Её ещё не хватало. Десять лет не было. Теперь вернулась, права качает. Да гони её в шею, что тут думать? Я что, не помню, что в тобой происходило, когда она исчезла? Десять лет прошло. Я её в ресторане уделал. Он же дурой достал. Забудь её, Назар. Забудь её. У тебя семья, сын, Катя. Ты чего? Небывшая в отеле. Оля, что в отеле? Мам! Так, что случилось? Я ударился. Держи салфетку. Бегом в медпункт. Женщина! Что ты? Отойдите, я с вами. Я школьная медсестра, и мы пойдём в медпункт. Извините, пожалуйста. Я сама. Распадем. 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 Ольга? Ага. Не торопись так. Распадем. Тихо. Разговор есть. Ты же стволить отсюда мечтал. Я же денег дал. Зачем вернулась? Я на эти деньги твои измены покрывала. Забыл? Да я чуть... Я чуть семьи из-за тебя не лишился. Из-за меня? Это тебе так вызывается. Примерный семьянин. Себе врёте, друг другу врёте. Значит так. Уезжай из города. Ты выняла меня? О, Егор. Бегете силен? Всё есть хорошо. Зарвут. Зарвут. Гадуси. Гуд. Рад был видеть. Взаимно. Здрасьте. А так они и за рулём ездили. Лицом в мобилке. А потом дитя травмированное. Слава Богу, хоть жив остался. Да вы что? Дима, я не советую тебя пошёл. А денег в долг. Не могу ничего сделать с сайной квартирой. Дуй я совершеннолетие. Абонент не отвечает или временно недоступен? Абонент не отвечает или временно недоступен? Добрый вечер. Что? Вы решили остановиться в нашем отеле? Это очень хорошо. Мы с мужем будем рады. Тем более, это позволит закрыть наши вопросы до вашего отъезда. Давай без этих дешевых любезностей. Я никуда не уеду. И здесь нет ничего твоего. Это мой отель, моя земля и мой муж. Это мой отель, моя земля и мой муж. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok